И вы все прекрасно знаете, ребята, что я постоянно анализирую новые изобретения для питомцев. Юми в первый раз ступит на землю. Какой странный колёс. Видим реакцию Юми на большую машину. Мамочки! Испугалась машина! Хай! Ты на канале Magic Family, меня зовут Аня и со мной мои собачки, а также у меня есть много других питомцев. И сейчас, если честно, ребят, я немножко нервничаю, потому что сегодня у нас будет довольно эпичное видео. Ведь наш маленький щеночек Юми сегодня в первый раз в жизни отправится на прогулку и впервые увидит улицу. Так что подписывайтесь на наш канал, нажимайте красную кнопочку внизу и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы самыми первыми узнавать о новых роликах на нашем канале. У нас уже весна и несмотря на то, что прохладно, я, конечно же, хочу пойти погулять со всеми своими пёсиками. Но так как для Юми это будет первый раз, а первый раз очень важен, мы пойдем сегодня гулять только с ней. После первой прививки щенка выгуливать нельзя, как вы помните, а вот после второй прививки выгуливать его можно через две недели где-то. Это примерно в три с половиной месяца. Посмотрим, как она будет вести себя на улице и ее первую реакцию. Но, ребята, весна, с одной стороны, это прекрасная погода, а с другой стороны, это угроза для наших питомцев, потому что это пиковый сезон для клещей. А это очень опасно, ведь они переносят страшное заболевание пироплазмоз, и многие мои знакомые, к сожалению, не успевали спасти своих собачек. Кроме того, у щеночка еще не слишком крепкий иммунитет, и всякие паразиты типа блох очень любят молодые организмы. И если вам кажется, ребят, что блохи могут быть только у грязных бездомных собак, то вы ошибаетесь, потому что блохи это всего лишь паразиты, которых можно подцепить вообще просто гуляя со своей собачкой в парке. И вы все прекрасно знаете, ребята, что я постоянно анализирую новые изобретения для питомцев и пробую что-нибудь новенькое. И в этот раз я дождалась своей посылочки, которую очень хочу показать вам. Это коробочка от Bayer, думаю, если у вас есть питомец, то вы точно знаете эту марку. Я получила новый специальный ошейник от блох и клещей Forresto, но раз коробочка такая большая, в ней есть точно что-то еще. Это целый прогулочный набор для любимого питомца. Так, и что тут у нас внутри? Здесь у нас есть вот такой вот контейнер с мешочками. Также нам положили сюда вот такую вот палочку. Брелочек на ошейник, да, ребята? Drontal Plus, это таблетки от гельминтов. Вот такое вот красивое письмо нам сюда положили со списком, что внутри коробочки, да, Юмик? Вот в такой вот классной баночке сам наш ошейничек, который мы сегодня оденем. И что еще? Что это такое? Прикольный мягенький шарфик для меня, чтобы гулять с собачками в прохладную погоду. Давайте ее откроем и посмотрим, что там внутри, да, Юмич? Твой будущий ошейник, да. Вот он наш ошейничек, вот такой вот серенький. Еще три светоотражающие клипсы, чтобы, если что, не потерять питомца в темноте. Да, Юмич, нам это точно с тобой пригодится. Как вы поняли, ребята, этот ошейник защищает питомца от укусов насекомых и клещей. Конечно же, ребят, я понимаю, что никакое средство, никакой ошейник не дает гарантию на стопроцентную защиту от клещей и блох, но, по крайней мере, у нас есть шанс уберечь и спасти своих питомцев. Как и с любым подобным продуктом, имеется противопоказание, и мы сейчас прочитаем инструкцию, и я всегда вас предупреждаю об этом. Читайте инструкции. Ну что, нам подходит, Юмичу, будем одевать? Мои друзья очень хвалили его и сказали, что он им очень понравился. Я уже читала всю информацию о нем. Там написано, что он работает 8 месяцев и уничтожает паразита до укуса. То есть насекомая не может зацепиться и падает собаке, не успев укусить. И очень классно, ребята, то, что он вообще не пахнет, потому что я не переношу всякие искусственные запахи. А еще его можно не снимать, когда моешь собачку. Это очень удобно. Я, помните, вам говорила, как надо правильно одевать ошейник. Вот здесь то же самое. Этот ошейник должен плотно прилегать к шее, не болтаться на собаке или щенке, как бусы. Обязательно соприкасаться с кожей и шерстью. Но при этом, помните, я вам показывала в другом видео, что должно помещаться два пальца между ошейником и шеей. У нас, как вы видите, ребята, остался излишек ошейника. Мы сейчас его срежем, но оставим запас подлиннее. Так как Юми у нас растущий щеночек, и нам пригодится возможность увеличивать длину. Так что давайте срежем. Вот так вот, я думаю. Тебе, кстати, очень идет такой серенький цвет, светлый. Если вас заинтересовало такое прикольное изобретение для питомцев, то, как обычно, всю информацию и ссылочки я оставлю в описании, внизу к этому видео. Мы отправляемся на первую свою прогулку в жизни. В первые несколько дней, ребята, лучше выносить щеночка на улицу на руках и заносить тоже на руках. Ну что ж, у нас небольшой ветерок, и Юми сейчас даже дрожит, но ничего страшного. Мы погуляем недолго, и она не успеет замерзнуть. Сейчас Юми в первый раз ступит на землю. Первая реакция Юми небольшой испуг. Тем более, тут еще какая-то курица у нас гуляет. Юми сразу же решила покакать. Вот ее первая реакция. Помните, ребята, не надо гладить и успокаивать щеночка, пока он боится, поджимает хвост или уши. Как только щенок сам проявил смелость, пошел что-то понюхать или заинтересовался чем-то, тогда нужно похвалить и ласкать. Это скажет нашему щеночку, что он молодец и правильно поступает. Юми немножко переживает, и это нормально, подходит ко мне, но нужно постараться не давать щенку забиваться в ноги. Нужно сделать несколько шагов в сторону. Щенок может ходить под ножками, но это нормально, он просто не должен зажиматься именно спиной, как в угол. Гуляй, давай гуляй. А где мой стабик? Вот Юми ходит за мамой. Какая большая квартира. Смотри, сколько всего интересного вокруг. Ой, молодец, Юми. Вот Юми чем-то заинтересовалась, нужно ее похвалить, молодец. Вот он наш маленький ребенок, первый раз на улице. Юми постоянно следит за мной, за каждым моим шагом. Смотри, какая палочка, смотри, Юми, на солнышке согрелась, да? Еще бы такая большая лампа. Кто такой маленький щенок? Привет вот этим случайным ребятам от нас за репостом в нашей группе ВКонтакте или со страницей мамы в ВК. Привет! Так как у меня здесь такая территория, что здесь никого другого нет, кроме нас, я не боюсь ее отпускать без поводка. А вообще рекомендую, конечно же, ходить с щеночком гулять на поводке. Пойдем. Рядом идем, молодец. Я убежала от тебя, скорее, скорее, смотри, какие цветы, да, цветочки. Видим реакцию Юми на большую машину. Что это за монстры? Мамочки, какая гигантская игрушка на колесах, это игрушка для великанов, я ее боюсь, она страшная такая. Испугалась машину большую. Не забивайся, не бойся, Юмин. Это не страшно. Пошли. Машина, это не страшно, не обращай на нее внимания. От тебя впервые пахнет улица, Юмин. Конечно, я же гуляла. Ну, клещей на тебе нет, значит, и ошейник работает. Может, нам надо такие же купить вместо капель. После прогулки мы Юмичку, конечно же, проверили, на ней нет никаких клещей, да, Юмичу? Давай, говори. Да, подписывайся на оба наших канала и поставь мне лайк. Всем лайк, Юми. Ну да, нам всем лайк. Так что увидимся в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok